Хорошо, когда клюет, ох, клюет, сердце радостно поет, ох, поет. Ну-ка, ну-ка, что за штука? Может сом, а может щука, может просто это лещ? Ну-ка, ну-ка, что за штука? Если лещ, это тоже, братцы, лещ. Друзья, всем огромный привет! Ну что, сегодня, как и обещал, расскажу, как сделать очень убойную прикормку, которая буквально работает по всей белой рыбе и не только, друзья. Если вы смотрели последнее видео, как раз оно где-то сейчас здесь или здесь, я не знаю, но сверху прикреплено. В этом видео я ловил на эту самую прикормку, которая собирала не только крупную плотву, но и окуня, друзья. Так что, не буду я тянуть время, а приступлю к приготовлению нашей прикормки, друзья. Итак, друзья, для нашей прикормки нам понадобится масло с запахом, манная крупа, я покажу, сколько надо будет. Семеналь на, друзья, вот такие вот семена я беру в аптеке, друзья, без проблем. То есть, в любой аптеке продается товар, как говорится, недефицитный. Ну и хлеб. Обычный белый, друзья, хлеб. Вот примерно ляжет крючок так, что не видно приманки. Вода смывает по куче жидкости и несет по течению. Рыба чувствует запах и идет на приманку. Итак, друзья, первым делом нам нужно взять кофемолку и измельчить наше семя льна. Для этого мне понадобится, для одной рыбалки, как я ездил, мне понадобится вот такая вот 100 грамм льна. Открываем. Вот такое вот семя, друзья. Вот оно. Все, нам нужно его измельчить, друзья. Засыпаем кофемолку в нашу. Я буду двумя партиями мельчить. Короче, нам нужно сделать мелкую фракцию, друзья. Погнали. Вот такая вот штукенция получается, друзья. Пересыпаю в контейнер. Ну и то же самое добиваю вторую остатки нашей пачки. Сейчас, секунду. Вот она, вторая часть измельчена. Вот такая мелкая получается фракция. Попадается и маленько крупной, но в основном мелкая, друзья. Это наша основная составляющая нашей прикормки, друзья. Все. Все, нету. Переходим ко второму этапу, друзья. Итак, следующим этапом, друзья, это будет масло. Масло с запахом. Берем масло. Капаем буквально капельку. Ну тут совсем чуть-чуть. Несколько капель растираем, друзья, по всей сковородке. Вот так вот, прям кисточкой растираем. Ну и включаем на максимальный огонь, друзья. Включаем на максимальный огонь. Ждем нагревания, когда запахнет уже масло. Будет запах масла, когда нагреется до максимальной температуры. Мы почувствуем запах и приступим к следующему этапу, друзья. Итак, друзья, сковорода нагрелась. Пошел запах масла, ароматный. Убавляем на меньше среднего, ставим нашу плиту. То есть, меньше среднего. Следующее, что мы делаем, высыпаем наше семя льна перемолотое. Высыпаем по всей сковородке, друзья. Распределяем. И теперь, друзья, самое главное, надо постоянно помешивать в течение двух-трех минут, друзья. Будем мешать, мешать, постоянно мешать для того, чтобы не пригорело наше семя. Ну и в тот же момент начала отдавать свой запах, друзья. Свои ароматы раскрываться по полной при нагреве. Перемешиваясь вместе с маслом, друзья. Получается такой обалденный, просто обалденный аромат. От которого рыба просто приходит в бешенство и клюет, как с пулемета, друзья. Все, мешаем 2-3 минуты. У наших друзей сегодня, кажется, будет неплохой ужин. Ужин верно готовится. Но для кого? Лягушка, саранча, личинки майского жука и особенно жареные птицы. Любимые лакомства крупных сомов. Все, друзья, пошел обалденный запах. Наши два вкуса смешались. Это масло плюс семя льна. Запах стоит на всю кухню, на весь дом. Запах обалденный. Сам бы клюнул, как говорится. Ну и все, теперь отключаем нашу плиту и даем остыть нашему семя. Итак, друзья, приступаем к следующему этапу. Следующий этап. Отрезаем хлеб. Берем наш хлебушек. Отрезаем. И теперь нам нужна наша мякушка. Наш мякиш. Все, ставим вот так вот в нашу чашечку. И начинаем вот так вот рвать мелкими кусочками хлеб. Прям нарываем, друзья. Для чего нужен хлеб? Ну, во-первых, вы уже все, многие знаете, опытные, да и неопытные рыбаки. Рыба очень любит хлеб. Часто рыбачим на тесто. А хлеб это, в принципе, одно и то же. Хлеб из чего и состоит у нас. Состоит из теста, друзья. Вот так вот, вот такими мелкими кусочками я буду рвать хлеб, друзья. Вот так вот. Так, друзья, ну вот что у нас получилось. Вот столько хлеба. Вот так вот. Вот я, смотрите. Вот такой вот объем корку я всю издербанил. Всю мякушку из нее достал. Вот тут еще маленько. Можно чуть-чуть еще поковырять. Но вот этого нам будет достаточно, друзья. Все. Этот этап мы сделали. Итак, друзья. Ну что, осталось нам только смешать. Вот она, четверть стакана нашей манной крупы. Вот именно столько ее понадобится, друзья. Для чего манная крупа? Ну, во-первых, давай объясню. Хлеб придает объем. Плюс рыба отлично клюет на это. Семя льна. Придает, вместе с маслом, придает очень сильный аромат, который привлекает нашу рыбу. Ну, а манка идет нам как за муть. Придает мути. Придает вот этого эффекта. Сдалека рыба видит. И на это реагирует прекрасно. На нашу манку. Все. Засыпаю манку. Прямо вот так вот, друзья. И высыпаю наше семя льна, друзья. Вот оно остыло. Ну, еще маленько тепленькое. Все. Высыпали. Теперь, друзья, что мы делаем? Мы закрываем крышкой плотно. Вот так вот, друзья. Ну и все перемешиваем. Все перемешиваем тщательно. Ну и все. Даем настояться наши прикормочки. В принципе, она готова. Сейчас все ароматы хлеба, льна, все это смешается. И уже завтра я спокойно поеду, друзья, на рыбалку. И буду ловить рыбу. Ну, вот и все, друзья. Вот такая вот получилась простая и убойная прикормка, друзья. Это проверено. На моем канале я не буду говорить просто так какие-то вещи. Это все проверено и доказано, друзья. Если вы еще не видели видео с предыдущей рыбалки, обязательно зайдите по ссылке сверху. В начале видео будет эта ссылочка. И обязательно посмотрите видео. Хоть и март, друзья, но у нас во всю глухозим. Это видно и по льду, что лед очень большой. Снега много. Талой воды еще даже, друзья, и не видать. Как говорится, и не пахнет еще пока весной. Но рыба на эту прикормочку клевала отменно. Так что, друзья, если что-то непонятно, пишите комментарии. В принципе, объяснил все доходчиво и понятно. Все несложно. Буквально готовится за несколько минут, друзья. Ну, а вам, друзья, что, как всегда, хочу пожелать всем удачных уловов, удачных трофеев в этом году. Да и вообще на будущее, друзья. Не хвостаем чешуи, добра и мирного неба над головой. Поэтому, друзья, до новых встреч. Увидимся на рыбалках. Пока-пока.